Человек, ну поиграй со мной. Ронька, отстань, не видишь я уставший? Уже вон с котом разговариваю. И что, прям совсем никак не можешь со мной поиграть? Ну, в принципе, я могу выпить энергетик. И что же лучше выбрать, чтобы энергии хватило поиграть с котиком? Ну, вообще-то, у меня для этого есть целая рубрика, которая называется Energy Test. Ну а сейчас... Хей, ребят! Всем привет, с вами я, Майк Венов, и это канал Пиксель. И это пятидесятый выпуск Energy Test. Погнали! И как я уже и сказал, сегодня у нас пятидесятый выпуск Energy Test, в котором мы проверим Hot Cat Multifruit. И, кстати, я вам очень рекомендую подписаться на этот канал. Ведь это пятидесятый выпуск, а значит, в следующем видео в этой рубрике должно стать видео, в котором мы подведем итоги за прошедшие пятьдесят выпусков, или, проще говоря, топ-пятьдесят энергетиков. И, кстати, несмотря на то, что совсем недавно, по моему времени, я выложил новогодний выпуск, сегодня как раз-таки тридцатая декабря, поэтому, пожалуйста, не отвлекайтесь на то, что у меня тут разные огоньки могут нигать. Спасибо! Кстати, обзор на этот энергетик вы меня очень давно просили, так что частично этот выпуск по вашим заявкам. Ну и давайте же вспомним, по каким именно критериям мы оцениваем энергетики. Первый у нас идет такой тип, как реклама, дизайн, цена и удобство данного энергетика. Ко второму типу критериев относятся цвет, запах, газированность и состав. И третий самый важный тип критериев, ведь это вкус и энергетичность. И по традиции мы начинаем с рекламы. Кстати, насчет рекламы. Первая ссылочка в описании будет ссылочка на донат. У этого бренда имеются такие соцсети, как ВК, Инстаграм, Ютуб, правда всего лишь с одним видео, а также личный сайт со всей необходимой информацией. Еще имеется рекламная интеграция у Мамикса, рэпера Фараона, Киркорова и так далее. Плюс ко всему хотелось бы отметить тот их трюк, когда они бесплатно и просто так отправляли свою продукцию. Не знаю, было ли это правда или нет, но все же это сыграло им на руку. И несмотря на то, что бренд не имеет мировую известность и его не знают в каждом уголке мира, все-таки в России для продвижения своего товара они сделали очень многое, что заслуживает 10 молний из 10. Далее у нас идет о критерии как дизайн. Можно долго дискуссировать на тему того, заговора ли это правительство, проделки египетских инопланетян или чисто случайность, но котиков любят все. Ой, не то. Но котиков любят все. И ведь на самом деле, котаны на банке сразу бросаются в глаза. И хоть у меня старый дизайн в банке, рисунок на нем практически не изменен. Разве что поменялся цвет фона, убралась надпись акция и вкус перемещен над логотип. На каждого кота дизайнеры нацепили модный лук и тут изображение какого-то полимера. Хотя странно, углерод ведь у нас четырехвалентный. А тут пять связей. Но да ладно, 10 молний из 10 за дизайн. Далее идет цена данного энергетика. Я заказал этот энергетик с Азона в комплекте с четырьмя вкусами. Такие, как я понял, сейчас больше не продаются, но я успел урвать. И я взял по скидке, поэтому тут цену учитывать не буду. Но я взял информацию из тех магазинов, которые официально указаны партнерами на сайте Hotcat. Таким образом, чтобы не было лишних болтовни, я скажу так. Диапазон цен у нас от 54 до 69 рублей. Далее идет удобство. И вот тут, к сожалению, лажа. У них имеется только один гектар. Это алюминиевая банка объемом примерно 0,5 литра. А если бы точнее, 0,45 литра. Кстати, информации об этом почему-то тут не указано. Таким образом, за удобство только 4 молнии из 10. Далее мы переходим ко второму типу критериев. И начинаем мы с состава. Вода подготовлена, сахар, регулятор кислотности, кислота лимона и цитратный атретный завещенный. Таурин, ароматизаторы натуральные, кофеин натуральный, стабилизаторы гумиарабик и эфиры глицерина из малинной кислоты. Антиописитель кислота, аскорбиновая, токлафер, ролл, консервант смеси, аскорбилл, паниаты, мальтодекстрин, ароматизаторы экстракт гуарана, премикс, витамины, неоцин, панатоминная кислота, В6, полиацин, диакин, В12, красители, каротины. Содержание кофеина в 100 мл напитка не более 30 мг, таурина 200 мг, 100 мл углеводов 11,5 г, энергетическая ценность 207 кг или калорина 49 ккал. Все, что я могу тут ответить, это содержание углеводов, которое в принципе в норме. И энергетики примерно с таким же сахарным составом не являются прям очень дико сладкими, очень дико, что-то из этого. Кофеина в принципе тут обычное количество, а таурина 200 мг, что в принципе в среднем больше, чем обычно. Далее с вашего позволения я сяду, и ты иди сюда садись. Далее идем не по сценарию, и сейчас у нас будут такие критерии, которые заставят нас открыть данную банку. Ну и катись отсюда. Мы переходим к таким критериям, как свет, запах и газированность, и начнем мы как всегда с запаха. Кстати, перед тем, как открыть его, хотелось бы все-таки пару слов сказать. Этот энергетик я заказал очень давно, если посмотреть старые видео, то можно их увидеть у меня в коллекции. В коллекции. Ну так, пробуем. У нас идет запах. Пахнет действительно мультифруктом, и если я обычно выделяю такие фрукты, как может быть банан, банан, или более экзотические, например, манго, маракуйя, то здесь какая-то вот смесь, может быть, более классическая, типа апельсин, перси, груша. В общем, более привычная смесь мультифруктов. И, кстати, еще небольшое такое отступление. Я человек непьющий. Но, если, если вы все-таки такой придурочный человек, который решит смешивать энергетики с алкоголем, то хоткет с водкой лучше не мешать. Я был свидетелем того, когда люди так делали. Не надо. Не надо. Ему вообще лучше не пить эти энергетики, но не надо. Давайте с вами посмотрим газированность и цвет. Запускать у меня стаканчик из Магдональца, из морозилки, минус 14 градусов. А, капля попала на язык, ничего не понял. Пенка уже осела, но тем не менее она была. Также пузырьки газов задержались на стенках сосуда, стакана. Цвет, кстати, ну обычный, желтый. Ну да, как и подходит мультифрукту. Мультифрукту или фрукту. Напишите в комментариях, как, правда, что-то я только сейчас задумался. И запах, ну примерно такой же, как из банки, ни капельки не меняется. Итак, пробую вкус. Не буду врать, этот энергетик я уже пробовал. Поэтому, поэтому я просто, если он окажется супер вкусно, то не будет такого, что я закочу глаза. Итак, поехали. Ну, в принципе, да. Вот он, мультифрукт. Я даже не буду долго стоять, что-то распробовать. Леонид, иди попробуй. Мнение закадрового эксперта. Закадровый, как ты тебя закадровый брат мы называли? Да. Закадровый брат. Нет, просто с этим маршрая такая, доченька. У нас совсем одна маршрая. Его почти не почувствуешь. Он дошел из-за... Ну, по вкусу напоминает то, что мы привыкли называть мультифруктовой смесью. Ничего не выделить, ни за что не попинать, но... Если так говорить, ну, не знаю. Ну, вот, мультифруктовый, в меру сладкий. Небольшая горчинка на послевкусии присутствует, но она практически незначительна, не так, как была в первых моих выпусках. Например, с драйвами, с торнадо, с тем же. Ну, в принципе, я понял, почему у Hotcat такая большая, преданная, скажем так, фан-база, конкретную эту энергетику. Хотя, если считать его по сравнению с остальными, то он достаточно свеж и молод, если так можно говорить. То... Если вот так говорить, то это за то, что вкус отвечает заявленному. Ну, а сегодня у нас выпуск про котов, так что звук котов нам не помешает. Потому что он, в принципе, в меру дешевый, его в лагните можно очень часто найти по скидке. Вкус отвечает заявленному. И, ну, тут не добавить, не отнять. И не буду долго спинаться. 8 молний из 10. На энергетичность вот я его брать не буду, не проверял. На вкус данная энергетичность нет. Время уже ближе к 8 вечера. Я сейчас допиваю банку, сажусь немножко поиграем, немножко поработаю. И включусь уже, когда мы с вами будем проверять... Вернее, когда я буду проводить итоги энергетичности. Давненько я тут уже не был, но про результат сказать я выхожу всегда... Вернее, очень часто именно сюда. Действия ходка это я проверил еще давно. Но, в общем, случилось так, что я не смог записать в тот же день фрагмент с оценкой энергетичности. Поэтому все, что я сделал, это записал свои чувства и отметил время. Прямо сейчас на своих экранах где-то вы видите точное время, во сколько я лег спать. И, в принципе, за энергетик такой цены это довольно-таки хороший результат. И я хотел ему поставить уже 9 по той причине, что сейчас у меня каникулы. Не знаю, когда вы смотрите это видео, я не помню по расписанию. Но сейчас, в данный момент, у меня каникулы. И у меня немножко сбит режим. Совсем чуть-чуть. И, в принципе, это считается на одну позицию вперед. Но, с другой стороны, я потом подумал, что, блин, а ведь энергетик реально дешевый. Я уже думал, блин, ну если энергетик дешевле и он работает действительно круче, то, ладно, так уж и быть, поставлю ему 10 из 10. Но потом подумал, что, блин, это нечестно по отношению к другим энергетикам, которых я не оценивал цена, качество. Я оценивал отдельно цену и отдельно качество. Как бы это тавтологично не звучало, оценивая цену. Поэтому, за Hotcat мы с вами знаем оценку за энергетичность. Это 9 молний из 10. И, скорее всего, так оно и будет. В следующих вкусах Hotcat, которые будут совсем скоро выходить на канале, уже будет точно такая же оценка. Ребят, не забывайте подписываться на канал, потому что совсем скоро уже выйдет видео с топ 50 энергетиков. Все 50 энергетиков, что были у меня до этого выпуска, будут включены в этот топ. И мы начнем с вами вторую половину от сотни. Это реально много. Всем спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Если вы поставите лайк и подписались на канал, я буду вам очень благодарен. Донат также приветствуется. Ну а всем удачной встречи и пока!